Работа избиркома довольны. Эту фразу сегодня повторили все представители партии на подведение итогов прошедших выборов. У представителей «Единой России» упрёк, пожалуй, только один. Плохое выездное голосование организовано было. В частности, я столкнулся в Собинском районе. Люди готовы были, люди, я имею в виду члены участковой избирательной комиссии, готовы были ходить по домам с выездной урной, заходить в каждый дом и предоставлять бюллетени для голосования. Это нарушение закона. Если к избиркому вопросов нет, то к друг другу политические конкуренты претензий много нашли, попытались высказать. Председатель обл. избиркома предложил выяснить отношения в другом месте. Если есть желание покидать друг другу шарики, мы готовы предоставить такую площадку, провести какой-то ринг, где, я больше чем уверен, каждый из присутствующих здесь может сказать что-то доброе и тёплое в адрес оппонентов. Официальных жалоб в этом году на выборах было сравнительно немного. А что толку, говорят некоторые партийцы, всё равно ведь никто не хочет с нечестными выборами бороться. Коммунисты на своих политических двойников партию КПСС устали жаловаться, куда только не писали заявлений на чёрный пиар. Ну, ладно, мы привыкли, что очерняют и, значит, издеваются над нами, но, в частности, подвергся критике, жёсткой критике, карикатуем наш лидер Геннадий Зюганов, который, как бы, я почему об этом говорю, уже понятно, что никакая не КПСС этим занималась, а занимались совершенно другие люди. Правда, кто эти другие, второй секретарь обкома не уточнил. Зато СССР и точно знает, кто применяет админресурс. По словам Справедлива Росса, их одиночные пикеты кошмарили представители райадминистраций. Всё время толкали полицейских на проверку. Не знали, что делать, объясняли, что всё законно, но их опять толкали на то, чтобы кошмарить и кошмарить агитаторов. Но такие случаи, они у людей создают негативное мнение о нашей власти. Слушая всё это, яблочник Дмитрий Кушпита тут же родил законодательную инициативу. Заработные платы глав администрации, их замов, некоторых работников администрации, председателю КТОСу, просто-напросто включать в избирательный фонд той партии, на которой она работает. Тогда, по крайней мере, всё понятно. И претензий тогда у нас не будет. Всё, он оттуда получает заработную плату, ради бога, пусть работают. Председателю области сберкома тоже было что сказать. Но не про наши выборы, а про белорусские. Он на них наблюдателем был. Такой интересный опыт был. Я был кандидатом в депутаты. Я был, как уже говорил, технологом. Я был организатором выбора. А наблюдатель – это некая такая вот новая сущность была. Когда ты сидишь, ты какие-то моменты замечаешь, и понимаешь, что ты при этом сделать ничего не можешь. В Беларуси не жалеют денег на призывы исполнить гражданский долг. На каждом магазине объявление «приходите, голосуйте». От этого может и явка выше. Будет ли учтён белорусский опыт в отдельно взятой Владимирской области, узнаем меньше, чем через год. В следующем сентябре нам опять выбирать. На этот раз депутатов Госдумы. Алексей Соков, Александр Мажаров, Шестой канал.